всем привет вот очередная поломка мультивена дело в том что перестала работать печка поехали с детьми кататься на ватрушках новогодние праздники и приехали оттуда поехали на полпути как бы перестала дуть печка передняя вообще просто перестала работать я решил разобраться в чем дело давайте посмотрим конечно же первым делом нужно обратиться к предохранителям вот в таком состоянии я обнаружил предохранитель который у нас отвечает за работу мотора отопителя он весь сплавился я уже замечал что здесь на этом месте предохранитель сплавлял был немножко подплавлены я его заменил в итоге не прошло и наверное 15 минут и вот в таком состоянии у нас проводка толстенные провода подходят сечения ну я не знаю ну ампер 50 они выдерживают точно 60 но предохранитель печки полностью сплавился то ли это было очень серьезное здесь сопротивление в этом месте из-за плохого контакта или это самое слабое место этой системы скорее всего первое сопротивление связи с плохим контактом но предохранитель здесь стоял на 30 ампер пришлось разобрать полностью панель об этом я еще скажу но вот так вот поплавилась место полностью проплавилась надо думать сейчас что делать вот такие блоки предохранителей здесь стоят они наболтаются на проводах вставляются вот эту пластиковую конструкцию также там еще были обнаружены предохранители на 40 50 ампер оказывается внутри еще есть два предохранителя 2 или 3 точно не помню я вообще никак не мог подумать что там есть какие-то предохранители вот они стоят разобрать панель мультивена это трэш вообще то есть не зная этом блин можно сломать все у меня тут уже все что можно было сломать сломано предыдущими владельцами и тем никто это 3 мультивен ремонтировал но я уже выкручиваю то что можно выкрутить а то что уже фиксаторы сломаны что сделать но разобрать я вам говорю еще раз это сложно сложно все держится на хилых соединениях не считая саморезов все на пластике причем чтобы вытащить оттуда вот так колодку с предохранителями нужно полностью разобрать и левую и правую панели приборки вот эти нижние полностью разобрать облицовку снять а также еще за облицовкой находится еще каркасное соединение но там местами можно разобрать не разобрать но я вот выкрутился таким образом что вытащил его немножко через низ этот жгут проводов чтобы не разбирать целиком консоль значит решение было принято какое берем вот такой вот универсальный держатель предохранителей рассчитанный у меня он рассчитан на 40 ампер этого достаточно чтобы наша проводка не сгорела ничего не случилось все что осталось от проводки volkswagen на на печку все выгорело выковырил отсюда все металлические элементы сейчас еще вот эти сопли поубираю сама вот эта розовая деталь она не плавится она сделана качественно она не плавится то есть ей пофигу все эти температуры но нахера делать вот такую деталь если у тебя дальше идет пластик который вот весь выплавился хрен поймешь говорите немцы дальше идем провода один подходящий провод идет одной толщины другой провод идет совсем другой толщины два провода работающие в одной сети разного сечения даже ни разу на сечение может сечение них одинаковы но вот изоляция у них совершенно разные как такое вообще возможно сечение по ходу тоже чуть-чуть все таки на разные ноуты и провода вообще изоляция практически отсутствует очень тоненькая здесь потолще он хотя идут в одной проводке ты наверно подкапотное пространство отрезаем эти два провода прикручиваем к нашему универсальному держателю предохранителей и пропаиваем так как соединение ответственная нагрузка серьезная нужно чтобы минимальное сопротивление было на этой скрутке и его пропаиваем сейчас наденем кебрики стянем кембрики и соберем обратно весь узел ну все собрал я обратно всю панель с предохранителями вывел предохранитель отдельно под ноги пассажира все собрано если это поломка произойдет где-то в дороге зимой да то проще всего наверное будет отодрать вот эти открутить два болта сломать вот эти выступы и вытащить всю эту конструкцию сюда там хватает немножко длины хватает срезать провода соединить между собой как ты доехать а так вот теперь памятка будет что предохранитель печки под ногами пассажира других вариантов нет пока сюда обратно врезать смысла нет там все сплавилось горела все ставим ящик на этом ремонт закончен всем спасибо за просмотр вот такая причина была с печкой не знаю вот жигули все да там ну сколько у меня жигулей было ни на одной из проблем с печкой не было предохранители не выгорали а тут посмотрите какой бардак просто высоко технологичный автомобиль тех времен 2005 года ну volkswagen а вот такая вот хилая система на печке конечно там немножко наверно сопротивление появилась там контакт слабый или еще что-то но посмотрите какие огромные толстые провода приходят к самой печки и какой тоненький предохранитель туда втыкается но это не серьезно ну что сделаешь сейчас сделали посерьезней теперь будет все правильно надеюсь будет работать все подписывайтесь на канал всем пока с мультивена мы еще точно будем что-то делать